В Молдавии прошли президентские выборы. Прямые президентские выборы, кстати говоря, это для молдавской политики относительно новое явление, потому что первоначально, когда Молдавская республика только формировалась, она долгое время была построена таким образом, что президент избирал парламент. Более того, даже сейчас президент Молдовы – это отнюдь не президент России и даже не президент Украины. Это правитель, плодомочие которого достаточно ограничены и, в общем-то, конечно, они не являются номинальными, но и не являются абсолютными. Тем не менее, уроки молдавской политики следовало бы усвоить кому-то в России, ну, кто, наверное, конечно, их все равно не усвоит, но, тем не менее, мы-то, по крайней мере, можем подвести некоторые итоги. Москва изо всех сил вкладывалась в президента Додона, которого воспринимали как пророссийского. Игорь Додон считался лучшим другом Путина и Кремля. Ну, на самом деле, насколько он был лучшим другом – это другой вопрос, но, в любом случае, вкладывались в политика, который был изначально обречен. Его неэффективность, его непопулярность среди, в том числе, как ни странно, даже его собственных сторонников, даже тех, кто за него голосовали, была, что называется, притча во языцах. Ведь даже если мы сейчас посмотрим на показатели Додона после его поражения на выборах, может показаться, что показатели не такие уж плохие. В конце концов, все-таки, проиграл-то он не сокрушительно, проиграл он все-таки, ну, более-менее, казалось бы, достойно. Но это было результатом того, что, на самом деле, альтернативой ему была Майя Санду, которая тоже неприемлема для значительной части населения Молдавии. И в результате борьба двух непопулярных кандидатов привела к такому результату. Вообще-то, известное правило, что среди двух хромых ослов один все-таки всегда придет первым. Тут произошло именно это. Додон проиграл, и это поражение стало победой Майи Санду, которую нам теперь наши либеральные коллеги представляют как некого спасителя, и вот даже Навальный написал поздравление, что вот теперь-то начнется борьба с коррупцией, вот теперь-то новые люди придут в Молдавии к власти, и все переменится. Ну, увы, я должен разочаровать вас, дорогие коллеги. Майя Санду – это никак не новый человек, и никакие новые люди к власти не приходят. Ну, Майя Санду была уже и премьер-министром, и министром, и занималась экономической политикой в предыдущих администрациях. В Молдове. Какие результаты этой политики мы знаем? Они достаточно плачевны, и Молдова остается одной из республик, которые живут в основном за счет экспорта рабочей силы, за счет гастарбайтеров, которых Молдова отправляет по всей Европе, вплоть до уже Португалии, Испании. Это все, в том числе, результаты замечательной экономической деятельности Майи Санду и ее коллег, которые сейчас в очередной раз опять у власти. Вообще-то говоря, в Молдавии власть очень странно меняется, то есть пресловутые пророссийские и прозападные правительства друг друга регулярно сменяют. И как ни странно, от этого людям становится ничуть легче. Каждый раз говорят, что вот видите, пророссийское правительство у власти, и все плохо. Потом приходит прозападное, прорумынское, и все плохо. Потому что на самом-то деле эти две группировки представляют собой два фланга одного и того же правящего класса, одной и той же молдавской, я бы сказал, люмпенбуржуазии, которая, ну, как может, рулит фактически уже разваленной и не имеющей стимула для роста экономикой маленькой и несчастной республики. Все, что можно разворовать, разворовывается. К сожалению или к счастью для Молдовы, там разворовать много нельзя. Ну, был знаменитый случай, когда миллиард евро украли в бюджете. Для маленькой страны это была просто настоящая национальная катастрофа. Кстати, украли как раз представители прозападного крыла молдавской клептократии. Ну, я уверяю, что промосковское, пророссийское крыло просто не успело дотянуться до этих денег. Их западные, так сказать, прозападные, вернее, прорумынские коллеги украли раньше, чем украли бы другие. Короче говоря, две банды воров друг друга сменяют, поочередно деля вот эти уцелевшие оставшиеся ресурсы. Поэтому ничего хорошего в Молдавии не будет, но есть две хорошие новости. Первая хорошая новость, что единственный эпизод, когда в Молдавии начало немножко что-то улучшаться, был как раз тогда, когда первый раз к власти пришла партия коммунистов. Кстати говоря, это был исключительный случай, когда партия коммунистов пришла к власти в пост Советской Республики, пришла к власти, кстати, через выборы. И первые несколько лет правления президента Воронина, который был избран от коммунистической партии, были относительно приличным временем, если не в плане экономики, то, по крайней мере, в плане того, что удалось наладить функционирование демократических институтов более или менее на уровне хотя бы Центральной Европы. И потом, кстати говоря, мы очень быстро видели, как та же самая ПКРМ, партия коммунистов Республики Молдова, скатилась примерно туда же, куда скатывались все другие молдавские политики, то есть в ту же коррупцию, в то же болото неэффективности. И, кстати говоря, отчасти это связано еще с тем, что, ссылаясь, естественно, на то, что мы маленькая страна, в одиночку мы никакой социализм не построим, молдавские коммунисты отказались не только от каких-то попыток устроить социализм в одной отдельной маленькой стране, что, наверное, действительно было бы невозможно, но и даже от попыток вообще провести хоть сколько-нибудь серьезные социальные реформы, расширить общественный сектор, как-то серьезно изменить экономическую политику, они ограничивались тем, что проводили социал-либеральные меры в духе того, что немножко будем улучшать положение бедных, ну и реализовали несколько небольших проектов, в том числе, кстати говоря, сделали Молдову почти морской державой, то есть построили порт, из которого можно выплыть в Черное море, то есть вот такой у них был факт, своего рода маленькая, но победа. Но я говорю, в итоге получилось примерно то же самое, и, кстати говоря, избиратель наказал ПКРМ тем, что фактически выкинул их из парламента, а это была ведущая партия страны, ну и, кстати, из этого же наиболее коррумпированного, наиболее неэффективного крыла ПКРМ и вышел тот самый Додон, которого мы теперь провожаем уже как бывшего президента Молдовы. Но, тем не менее, повторяю, есть еще вторая хорошая новость, она стоит в том, что Молдова – это единственная из постсоветских республик, мы сейчас не говорим про Прибалтику, которая, что называется, включена в западноевропейский ареал, единственная из постсоветских республик, где, вообще-то говоря, власть сменяется не по наследству, не через Майданы, не через перевороты, не через восстания. Да, были моменты, как раз, кстати говоря, против Воронина были массовые волнения, но, тем не менее, власть сменяется в Молдавии каждый раз в ту или другую сторону, нормально, на выборах, через демократические процедуры. Лучше от этого, конечно, молдаванам не становится, но, надо сказать, что и хуже не становится. Во всяком случае, по крайней мере, функционирование демократических процедур там сохранилось, и сохранилось в том числе в значительной мере именно благодаря тому, что Молдова осталась единственной из постсоветских республик, где, по крайней мере, формально, хотя бы номинально, умеренные левые долгое время играли и до сих пор все-таки играют какую-то значительную роль в политике, в принятии законов, в принятии как-то институциональных мер, которыми страна так или иначе руководствуется. Так что присутствие левых в политике, как видите, это гарантия, по крайней мере, демократической процедуры. Ничего большего автоматически, конечно, в этой маленькой республике добиться, наверное, и нельзя. Но посмотрим, как будет развиваться сейчас Молдавская левая. Там есть Гражданский конгресс, новое левое движение, гораздо более радикальное, чем старое ПКРМ. Во главе этого движения стоят, в общем-то, хорошо известные, достаточно популярные люди, включая такого сильного интеллектуала, как Марк Ткачук. Посмотрим, что будет с нашими молдавскими товарищами, и будем надеяться, что они чего-то смогут добиться. В любом случае, борьба продолжается. Очень многие не обращали внимания на то, что Молдавия в 2001 году стала первым государством в Европе, в котором коммунисты выиграли на парламентских выиграх с баскетбольным счетом. Мы получили 71 место из 101. Президент стал коммунистом, правительство стало коммунистическим, и еще дважды подтверждала этот результат на демократических выборах со всеми международными наблюдателями и прочими, так сказать, атрибутами правления. 90-е годы, в общем-то, были одинаково похожи, с тем лишь отличием, что для Молдавии, в отличие от стран, обладающими какими-то там ресурсными, не обладающими ресурсным проклятием, то есть, наоборот, являющимися обладателями вот тех самых минеральных ресурсов, о которых говорил предыдущий докладчик Молдавии, нет ничего. Вообще ничего. Есть только люди.